1 сентября праздник не только для школьников. Его с таким же трепетом ждут и воспитанники детских садов. День знаний сегодня отметили и в детсаду Пролесок в заводском районе Запорожья. И сегодня я всех поздравляю с началом учебного года с Днем знаний. Хочу пожелать, чтобы наши дети набрались еще больше здоровья. На праздник пришел выпускник детсада, депутат Запорожского горсовета фракции «Оппозиционный блок» Александр Николаенко. Воспитанникам и педагогам передал оборудование для проведения праздников – микрофоны и микшерный пульт. Исторически сложилось, что 1 сентября день знаний не только для наших школ, а и для наших подшефных детских садиков или дошкольных учреждений. Поэтому я как депутат городского совета, это мой родной садик, в нем выросли мои два сына. Каждый год 1 сентября посещаю садик. Ну и по возможности оказываем шефскую помощь для того, чтобы наши дети могли полноценно посещать дошкольные учреждения. Благодаря помощи депутата оппозиционного блока в детсаду появился летний бассейн. Приобретено необходимое оборудование для актового зала и прачечной. В планах на 2018 год выполнить ремонт хозблока и других технических помещений. Сразу после утренника в детсаду Александр Николаенко отправился поздравить с Днем знаний учеников 46-й гимназии, которая в этом году празднует свой юбилей – 80 лет. И сегодня для того, чтобы не прийти с пустыми руками, посоветовались директорам школы, удалось выделить 20 тысяч гривен из депутатского фонда для того, чтобы пополнить материально-техническую базу гимназии 46 полноценными радиомикрофонами, системой акустической. То есть для того, чтобы и все собрания, и все праздники музыкальные, развлекательные в этой школе проходили полноценно. Всесторонняя помощь представителей оппозиционного блока позволяет обеспечить школьников всем необходимым для получения качественных знаний, отмечают педагоги. У нас традиционно на празднике присутствуют наши шефы, я всегда так говорила, они уже не один десяток лет. Я хочу с гордостью сказать о том, что и Николай Александрович, и Баев Андрей Иванович, они наши ученики. Они у нас учились, и мы гордимся, что они достигли таких. Для родителей этот праздник не менее волнующий. Оксана признается, даже дождливая погода не смогла испортить дочери впечатления от первого в ее жизни Дня Знаний. Ребенок сегодня собирался очень позитивно. Для нее это было действительно праздником. Очень счастлива, что идет первый раз в первый класс. Хоть погода, конечно, нас немножко подвела, но тем не менее настроение не испортило. Продолжение следует...